В Самаре полным ходом идет подготовка пляжей к летнему сезону. На первой очереди набережные уже разгрузили боржу с песком, предварительно очистив берег от паводкового мусора. На протяжении последних недель в ежедневном режиме проводился мониторинг уровня воды Волги в границах Самарской акватории. По согласованию с федеральным агентством по рыболовству снижение уровня до 29 метров обязательные условия начала выгрузки песка. Ежегодно на наш городский пляж мы ждем завоза речного песка. Песок намывается в бакуаторий реки Волги, вставляет его в Самарский речной пол. Соответственно, в текущем году мы планируем всего на городские пляжи выгрузить 11,5 тысяч тонн песка, начиная от обычного вокзала с первой очереди набережной и по мере продвижения практически захватываем все пляжи. Как только начинается разгрузка баржи, пляжные территории огораживают. Делается это для безопасности отдыхающих. На берегу работает специализированная техника. Да и самарцы порой взбираются на кучу песка, что тоже небезопасно. Постепенно песок будет равномерно распределяться по всей площади каждого городского пляжа. Слой выравнивается, рабочие следят за тем, чтобы не было ям промоин. На самом деле чистые пляжи – это правда здорово, потому что, когда ты чувствуешь такой чистый, приятный и теплый песок под ногами, ты уже не хочешь ехать ни на какое море и понимаешь, что Поволжье – это настоящая жемчужина. Знаете, больше не покупаться люблю, а больше уж прогуляться, подышать тут свежим речным воздухом, так скажем. Это больше уж завлекает меня как раз. На территории города будут оборудованы восемь пляжей. На первой, второй и четвертой очереди набережные в загородном парке на спуске по улице Советской армии под Барбошиной поляной в районе санатория Можайский в Красноглинском районе. Также к проведению фестиваля Иволга приведут в порядок девятый пляж возле фестивальной поляны у Мострюковских озер. Общая протяженность официальных городских пляжей составит почти 4 километра. Песок будет проверяться Роспотребнадзором на наличии на нем паразитов и грузинов, и будет у него заключение с энергиологической возможности функционирования пляжа. В ближайшее время акваторию проверят водолазы. Они очистят ее от мусора и выполнят промер голубин. Границы безопасного купания обозначат буйками. Затем на городские пляжи завезут пляжное оборудование. В 2023 году в рамках реализации общей стилистической концепции появилось много нового оснащения, к примеру, детские игровые комплексы. Традиционно в районе спусков по улицам Некразовской и Полевой оборудуют зоны доступный пляж для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении всего купального сезона специалисты Роспотребнадзора будут проверять частоту воды. Виктория Шарая, Константин Головин, Игорь Казановский. События.